здравствуйте дорогие мои товарищи мои подписчики мои слушатели все те кто меня поддерживают как видите на канале стало мало музыкальных сюрпризов но ничего я постараюсь исправиться просто сейчас действительно такой период знаете на который нужно много времени сил моральных физических знаете на самом деле не зря александр анатольевич глава нашего района пожелал мне здоровья действительно для того чтобы добиться правды добиться каких-то результатов нужно очень много здоровья сил нервов так что спасибо ему за такие пожелания ну что ж на меня подала в суд наша любимая светлана валентиновна главврач нашей поворинской бузво ну я сразу хочу сказать друзья что я это ожидала я это ждала поэтому для меня это не было сюрпризом потому что я знаю кто с кем и как общаются и дружит какая поддержка у нее и все такое поэтому конечно же ну сами понимаете брат юрист о чем можно говорить значит и вот они написали исковое заявление о защите чести и достоинства компенсации морального вреда значит хочу тут сразу оставить комментарий вместо того чтобы заниматься больницей ремонтировать ее приводить в порядок в божеский вид да навести порядок в коллективе разобраться со своей со своим со своим замом значит вот она отправила своего представителя в суд и сегодня у нас было первое предварительное заседание значит так светлана валентиновна пишет мне стало известно что ответчик разместила в сети интернет на ресурсе youtube свое видео выступление в котором заявляет о неудовлетворительной работе возглавляемую мною бузво поворинской ирб и необходимости моего увольнения занимаемой должности друзья ну видеоролики вы видели и эти видеоролики сами все сказали за себя все имеющиеся по мнению ответчика недочеты в работе организации колесникова связывает непосредственно со мной неоднократно указывая видео выступление что я не имею права находиться на данной должности не справляюсь со своими обязанностями главврача и продолжаю работать на данной должности исключительно благодаря сомнительной поддержке главы администрации поворинского муниципального района во время своего выступления колесникова заявляла о некачественном лечении в поворинской рб больных коронавирусной инфекцией и брошенных по ее выражению в реанимации на самовыживание полном развале мною работы поворинской рб напрямую намекала о материальной заинтересованности главы администрации поворинского района в поддержке моей работы в должности главврача ну что сказать хочу сразу откомментировать что я понятия не имею как лечатся больные коронавирусные коронавирусные инфекции а уж тем более говорить что я утверждала что они были брошены в реанимации на самовыживание но это просто полный бред понимаете я не знаю откуда вот это все взялось это вот еще раз доказывает то что человек абсолютно уверен в своей безнаказанности в своей поддержке со всех абсолютно сторон если пишет вот такую из выражения хиромантию значит так действиями ответчика мне ну ей конечно причинен моральный вред выразившийся в причиненных мне физических и нравственных страданиях необходимостью оправдываться перед знакомыми близкими коллегами по работе в результате я стала страдать бессонницей нарушился психологический климат в семье размер компенсации причиненного мне морального вреда оцениваю в 50 тысяч рублей 50 тысяч рублей вот такая веселуха дорогие мои друзья ну и пришла я на судебное заседание сегодня в 10.00 принесла с собой ходатайство или ходатайство как правильно принесла с собой стенограммку видеозаписи и конечно же возражение я тоже принесла с собой включает вернее предоставляет истец видео а видео не открывается сразу ну что ж пришлось истцу ехать за ноутбуком для того чтобы показать это видео ну просто видимо он сохранил наверное так думаю не в правильном формате поэтому на судебном компьютере ну как-то не открылось это видео вот дальше начинаем смотреть видео ну стенограммка тут все идет все нормально все слушают все это и выясняется что по иску что они заявили да такого нет видео и вдруг товарищ истец который нам совсем не товарищ переключается на новые обвинения опираясь на стенограмму видео моего выступления в ютубе вот такой поворот и теперь значит он должен в письменном виде приложить это к исковому своему заявлению и заседание отложили до 18 числа 18 числа в 15.00 у нас будет опять заседание в зале суда вот такие приключения вы представляете значит хочу высказать опять же свое мнение просто вот эти вот ребята они высасывают из пальца они пытаются найти хоть что-то за что-то как-то зацепиться и заставить меня заткнуться ребят все что вы устроили это я не знаю это буря в стакане это балаган просто-напросто человек имеет право на свое мнение я высказываю свои мнения намеки как вы говорите там какие-то да они также не рассматриваются в суде в своем возражении я естественно все все это указала вот но еще прикол в том что друзья значит предоставляю ходатайство об истребовании доказательств запросить в департаменте здравоохранения воронежской области значит копии за период назначения ее на должность и по настоящее время это первое второе запросить в департаменте здравоохранения воронежской области заверенные копии проверок бузво поворинская рб за период работы главным врачом овсянниковой св и третье истребовать из архив поворинского районного суда заверенные надлежащим образом копии постановлений о назначении административных наказаний в отношении главного врача бузво поворинской рб овсянниковой светлана валентины естественно истец дает отказ что он не согласен с этим вы представляете в общем посмотрела я на все это поведение истца и хочу вам сказать ребятки мои дорогие светлана валентина и представитель вы не правы ну что ж значит 18 числа в 15.00 будет повторная наверное опять предварительное заседание и после этого я снова сниму сниму ролик и расскажу вам что и как происходило хочу сказать огромное спасибо моей поддержки моим товарищем единомышленникам пожелать всем здоровья счастья сил побед конечно же 14 декабря я пошла в администрацию нашего поворинского района для того чтобы встретиться по видеосвязи с поповым председатель правительства воронежской области ну достаточно такая весомая серьезная личность ну что же вы думаете там сидела светлана валентиновна там сидел глава нашего района и мы мило побеседовали оказалось что попов готов выделять средства только составьте смету и мы выделим и на косметический ремонт так в чем проблема светлана валентиновна вместо того чтобы заниматься сметой и отремонтировать второй корпус наш который находится в ужаснейшем состоянии да вы ходите и подаете на меня вот такие непонятные бумажки какашки исковые заявления вот исковое заявление такое да вот и и вообще я в шоке была от того что когда нам пришел ответ с правительства воронежской области о том что оказывается у нас в нашем песковском корпусе делается косметический ремонт и принимает гинеколог все просто были в полном шоке мы естественно начали звонить в больницу чё правда что ли такое да вы что нам сказали в больнице такого вообще у нас не было и нет и может быть вообще никогда не будет и конечно же я это озвучила попову он был очень удивлен и сказал что он не знает кому даже верить я говорю доверьте нам общественникам мы вот мы это уж точно вам всю правду расскажем вы представляете до чего доходит это же откуда же они взяли такую информацию ну понятно что они не с потолка и и взяли так что вот так дорогие друзья в общем вот этот вот беспредел хаос он конечно же продолжается все идет в очень нехорошую сторону конечно же здоровья и сил нам всем конечно же находятся люди которые говорят мне вот лучше бы ты пела песни чем ты влезла в это грязное дело дорогие друзья я хочу всем вам напомнить еще раз что больница нужна всем от грудничка до самого возрастного жителя нашего района она нужна всем и вот хочу просто сказать по поводу себя если я буду петь песни развивать свой канал и знать что творится у нас в районе что возможно скоро 38 тысяч людей останутся без больницы и просто у нас будет статус участковой больницы поэтому конечно же ради этого не жалко никаких сил никаких нервов никаких денег и и нам просто нужно всем объединяться нужно быть всем вместе потому что больница нужна всем и когда более-менее эти дела разрешатся я не знаю в какую сторону в худшую или в лучшую если конечно больница развалится то знаете я хочу сказать что вот по крайней мере моя совесть и честь и совесть моих товарищей которые меня поддерживают она будет полностью чиста мы тогда мы скажем мы сделали все что могли а вот те кто струсил те кто боятся те кто шарахаются нас знаете одно что на ваших плечах также лежит ответственность за то что будет с нашей больницей поэтому хватит трусить хватит быть рабами позорными и хватит боятся всего бойцовского всем настроения побольше позитива и все будет хорошо